Архитектурная группа Кипарх, это и детская архитектурная школа, это полноценное архитектурное бюро. Сегодня поговорим об архитектуре, почему архитектура важна, на что обратить внимание, как выстроить процесс взаимодействия. Друзья, я хочу, чтобы вот именно после этого ролика вы поняли, что в принципе без архитектора шаг на свой строительный объект делать вообще нельзя. Какой проект? Вот я на бумажке написал, вот проект, вот у меня каждая клеточка, это один метр погон, вот по нему мы сделаем. То есть невозможно расставить оконную группу, невозможно сделать фасад, невозможно сделать какой-то уклон кровли без архитектора. Проект делается под конкретного человека, или под семью, или под нескольких людей, которые собираются обитать в этом пространстве. Мы учитываем такие моменты, как жаворонки, они любят завтракать при утреннем солнце, или наоборот, они встают в обед. С какого состава стоит семья? Абсолютно верно. Собака или кошка, то есть все? Да, 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 да. Самая главная задача архитектора, это прожить жизнь этой семьи виртуально. И общественный архитектор в том числе. Логистика потоков. Естественно, логистика самая важная, в крупных особенно объектах. Погружаемся в сам процесс, в бизнес-процесс этого объекта, если это коммерческий объект, и понимаем, как они должны работать. Вот это наша работа, собственно, за это мы ее любим, за это вы нас любите. Кто-то думает, что это, типа, излишняя трата, что это, типа, только богатый человек может позволить сритурить. Вы ошибаетесь. Если строить самому, все выйдет намного дороже. Я должен прийти к вам уже, зная, из чего я хочу строить? Или это как-то можно в процессе уже решать от проекта? Геленджик, концепт, который сделали, на котором потратили, сколько времени? Полтора месяца, два. Много своего времени потратили для того, чтобы потом тот или иной чиновник из Геленджика, там, привет тому, кто зарубил этот проект, а вы смотрите, что могло быть в Геленджике. Ну, реально, зарубила бюрократия. В итоге тендер, который этот разыграли, тут пусть все знают, выиграла, то есть, квадрат, квадратишь, гудрич, покракчешь. Цена, причем, была практически одинаковая. Не просто поговорка, что пока муж с женой делает отделку в квартире и строит дом, они разводятся. Это часто. Они ругаются, потому что это невозможно. Там у одного один вкус, другой, друзья. Ваши отношения стоят дороже 5% от стройки. Обращайтесь к архитектору, мы сохраняем семьи. Ну, на самом деле, да. Да, архитекторы сохраняют семью. Ну, что, друзья, знакомьтесь. Анатолий, Максим, архитектурная группа Кипарх. Это и детская архитектурная школа, это полноценно архитектурное бюро. Я очень давно хотел вас познакомить с этими людьми. Для меня они являются ключевыми партнерами в нашем бизнесе, в том числе. И те решения, и проекты, и, в принципе, модели бизнеса, которые применяют ребята, но этому стоит поучиться. Есть откуда брать примеры. Значит, мы решили, что сегодня будет сделано два ролика. Один вы увидите сегодня, второй ролик увидите чуть попозже. Первый ролик мы проговорим с Максимом по этапам именно архитектуры, про архитектурное бюро, потому что они как партнеры разделили обязанности. Анатолий занимается продвижением и созданием международной детской архитектурной школы Кипарх, Максим занимается непосредственно управлением архитектурной компанией. Ну, это правильно. И друг друга дополняет. Видите, белое и черное. Поэтому сегодня поговорим об архитектуре, почему архитектура важна, особенно если мы работаем с конструкциями ЛСТК, на что обратить внимание, и как выстроить процесс взаимодействия. И в следующем ролике поговорим с Анатолием, он расскажет про детскую школу архитектурную, расскажет про то, как она работает, почему она уникальная, почему обязательно ваши дети должны присутствовать в архитектурной школе и как это влияет на развитие ребенка. И также немножко разложим это как бизнес, потому что это очень интересная бизнес-модель, поэтому если вы ищете что-то интересное, и очень многие часто спрашивают, ребята, что бы можно было с вами, как с фабрикой каркасов вместе замутить, вот архитектурная школа – это одно из направлений, где ключевые партнеры генеральные, это они собственники компании, но в связке можно поработать и вместе с нами. Поэтому, Анатолий, в следующем ролике мы про это поговорим и расскажем. Ну что, поговорим? Ну что, погнали? Макс, наконец-то нашли время, и ты выделил в своем плотном графике время. Спасибо тебе, потому что на самом деле тема болезненная, она наболела и у наших подписчиков, и у меня лично очень давно. Потому что я прекрасно понимаю, что без хорошей, качественной архитектуры красавца дома или объекта просто построить невозможно. Иногда, когда к нам приходят заявки, ну нет, вы присылайте все, что есть, мы это все упакуем, будет красиво, но иногда приходит прям профи с глаз, думаешь, да блин, и прям пытаешься отправить того или иного к архитектору, он экономит там, да я не буду переплачивать, но я понимаю реально, что тот раздел работы, который делаете вы, сопоставление цены и ценности, это совсем вот разные, то есть это десятки раз дороже стоит в процессе по ценности на объекте, в момент стройки, но тот или иной это не понимает потом. Друзья, я хочу, чтобы вот именно после этого ролика вы поняли, что в принципе без архитектора шаг на свой строительный объект делать вообще нельзя. Именно тогда будет красивая архитектура, у нас будут красивые города, села, коттеджные поселки и красивые соседи, как это всегда. Макс, я хотел бы сегодня поговорить о таком вопросе, насколько именно важна архитектура, как архитектура именно твоим профессиональным взглядом может поменяться с применением технологии ЛСТК, то есть насколько мы можем какие-то вещи интересные творить, ну и какие-то базовые вещи, чтобы у подписчиков у наших, то есть вот осталось понимание, что, блин, архитектор все-таки он нужен. Потому что я знаю по себе, что, ну давайте тезисно, наверное, я поделюсь, как говорится, моим мнением там, фидбэком, да, почему для меня архитектор и работа с вами, она важна, а ты потом уже более грамотно это распишешь или поправишь, если я не прав. Потому что, друзья, на мой взгляд, архитектура это, вернее как, технология, та, с которой мы работаем, да, технология ЛСТК, это технология, которая позволяет делать интересные вещи при правильной архитектуре. Да, понятно, что архитектор должен в плотном звене работать с конструктором на промежуточных этапах. Изначально, когда у вас сложена архитура, вы нам выдаете промежуточный план, мы на него уже накладываем наши конструкции, смотрим, где какие узлы, пересогласовать и поменять. Но с технологией, именно работая именно с архитектурным бюро, с архитектурным проектом, с архитектором, можно добиться очень интересных решений. Какие-то консольные вылитые, именно декоративные балки, пергала, легкие, легкие конструкции, которые не нужно отливать из бетона, не нужно делать из дерева в тех регионах, где дерево просто жить не будет долго. Все это можно решать за счет ЛСТК, и очень много сейчас решений, в том числе и геометрические объемные фасады. Но для меня, прежде всего, это красота. То есть, если меня спросили, почему важен архитектор в проекте, это все-таки красота объекта. Потому что невозможно расставить оконную группу, невозможно сделать фасад, невозможно сделать какой-то уклон к роли без архитектора, потому что мы же как-то фуншую не умеем. А потом возникает же другой вопрос. Жить как в этом пространстве, да, и постоянно. А вот там кто-то нарисовал коридор 90 сантиметров, а нужен полтора. Для этого есть нормы, для этого есть правила. Для этого вы учились где? В Академии архитектуры. То есть, на это надо тратить время, друзья. И именно я всегда считаю, что свою работу должен делать профессионал. Профессионал. Считать сметы, объемы, материал. Как можно посчитать сметы без архитектурного проекта? Нереально. Невозможно. Ну, все, я высказался. Вроде все какие-то основные. С удовольствием, поддерживаю каждое твое слово. С удовольствием отвечу на все вопросы любимой фабрики каркасов, с которой ни один проект реализован уже. Что касаемо архитектуры. Самое важное, с чего начинается архитектура, это с того, что этот проект делается под конкретного человека, или под семью, или под нескольких людей, которые собираются обитать в этом пространстве. И это пространство будет адаптировано исключительно под них. Когда мы начинаем составлять техническое задание, мы учитываем такие моменты, как жаворонки, они любят завтракать при утреннем солнце, или наоборот, они встают в обед. Круто. И для этого ориентируем помещение таким образом, чтобы солнце не беспокоило их в этот момент. Также их предпочтения, какие-то хобби, эти помещения все начинают учитываться, складываться на участке. С какого состава стоит семья? Абсолютно верно. Собака или кошка? То есть все? Да, да, да. Все эти элементы очень важны. И самая главная задача архитектора – это прожить жизнь этой семьи виртуально, где-то в компьютере или на листке бумаги на первом этапе, для того, чтобы понимать, как они будут проводить выходные, как они будут спать, как они будут вставать, как они будут готовить и как взаимодействовать друг с другом. Кто-то любит готовить наедине с самим собой, а кто-то любит общаться в этот момент. Для этого и создаются разного типа форматы, студийного типа или разделяются по помещениям. И это относится не только к частной архитектуре, мы же говорим в целом в общем, это и общественная архитектура в том числе, логистика потоков. Естественно, логистика самая важная, в крупных особенно объектах, в которых мы погружаемся в сам процесс, в бизнес-процессы этого объекта, если это коммерческий объект, и понимаем, как они должны работать. Иногда сам заказчик нам об этом рассказывает, но зачастую нам приходится погружаться во все процессы. Если это, например, отель, то мы понимаем, как устроена логистика инфраструктуры, как доставляются какие-то продовольственные материалы, как происходит обмен чистого белья в номерах и так далее. Так, чтобы эти процессы не пересекались, к примеру, с процессами проживания клиентов в этом отеле. Это как вариант правильной логистики. Давай расскажем о бюро и об объектах. Вкратце, портфолио, в какими объектами вы работаете, чтобы у наших подписчиков правильно сложилось представление, а то подумают, что только дома делаем. Ведь у вас очень красивые гостиничные комплексы. Я бы сказал, если мне спрашивают, кто делает классные отели, ребята-кипарах, там реально прикольное портфолио. В двух словах расскажи, пожалуйста, какими объектами, в принципе, занимаетесь? За последние годы очень много сделано жилья частного, с вами в том числе. И очень много, так получилось, что мы живем в курортном регионе, и очень много переделали именно курортные недвижимости. Это отели, апарт-отели, развлекательные какие-то бассейнные группы и так далее. Все это очень интересно, на самом деле это очень творческая работа, потому что там, начиная от логистики, как будет двигаться семья с ребенком, где они купят вату, где они купят надувной шар или что-то еще, и как они погрузятся в воду, каждый шаг мы должны продумать. Вот это наша работа, собственно, за это мы ее любим, за это вы нас любите. Ну да, это прям критик. Ну а подожди, есть были еще эти футбольные для футбольных академий? Да. Конкурс, по-моему, даже помню. В том числе, да, спортивные объекты тоже были, видимо, давно, поэтому я о них сейчас не вспомнил. Но есть крупные объекты, есть у нас победа в конкурсе для футбольной академии, футбольного клуба, клуба Армавир. К сожалению, проект пока в подвижном состоянии, но я надеюсь, что он запустится. Хорошо, сам себя не похвалить, никто не похвалит. Я буду хвалить Макса за него. Детские школы, шикарный, частный, красивый, фасадный. Не только часы. Просто это бомба. Есть геленджик, концепт, который делали на котором потратили. Сколько времени? Я не помню. Да, блин, полтора месяца. Много своего времени потратили для того, чтобы потом тот или иной чиновник из геленджика, там, привет тому, кто зарубил этот проект, а вы смотрите, что могло быть в геленджике. Вот эту школу концепт создавал непосредственно Максим со своей командой. Посмотрите, какая красота просто. Вот сейчас ролики транслируют. Да пусть, я об этом смело говорю, но реально зарубила бюрократия. В итоге тендер, который тут разыграли, тут пусть все знают, выиграла какая-то там компания из штукатурки, школа там, строится, не строится, ну, то есть тут квадрат. Квадратишь, гудрич, покракчишь. А могло быть вот это. Цена причем была практически одинаковая, если бы не было там бюрократии какой-то. Именно поэтому я говорю, архитектура, она вот всегда делает наш мир красивее. Возвращаемся к проекту по частным домам. Да. Почему это важно? Частные дома в контексте ЛСТК, очень люблю этот материал, потому что для меня, как для архитектора, это гибкий материал. Он позволяет многое реализовать в фасадах, в форме дома, в отделочных материалах. И что самое интересное, да, мы работаем в BIM, а BIM – это подробная трехмерная модель, в которой учтены все элементы здания, то есть конструкции, инженерные системы, отделочные материалы, фасадные материалы. Все объемы считаются автоматически, и благодаря этой модели высчитываются материалы с точностью до грамм. И благодаря этой модели, которую мы потом передаем ребятам из ЛСТК, можно посчитать и металлоемкость, и раскройку материалов, и предусмотреть узлы сложные. Тут же мы их обсуждаем и меняем или корректируем, дополняем, для того, чтобы архитектура не менялась. Но при этом, ну, ты подводка к тому, что мы тоже работаем в BIM, и мы удобно синхронизированы. Но при этом, друзья, надо понимать, что команда Максима, она не заточена только под технологией ЛСТК. Он работает с абсолютно любыми строительными материалами, которые есть на рынке, постоянно развивается, постоянно в офисе куча всяких материалов, образцов. Я постоянно... Ну, это нормально для архитекторов, когда вот много-много-много всех этих образцов. Вот это еще по старому офису вспоминаю. И сочетать в том числе. Мы же можем хорошо сочетать бетон, ЛСТК, дерево ЛСТК. Просто вот эти решения нужно заранее прорабатывать вот именно проектом. Максим, скажи, пожалуйста, чтобы и подписчикам, вот те, кто впервые начинают делать свой проект, неважно, это объект для бизнеса, дом частный, как выстроить взаимодействие, с чего начинать? То есть с чем к вам надо приходить? Технически... И надо ли приходить? Можно ли работать дистанционно? Ведь вы же делаете объекты по всей стране. Как? Да, да. У нас есть заказчики, с которыми мы не виделись ни разу. И они довольны. Да, и ни один проект с ними был реализован. Для начала работы нужно техническое задание от него. То есть если это коммерческий объект, то что за объект, как он работает. Во многих вопросах мы погружаемся сами и, возможно, даже предлагаем оптимизировать в каких-то логических... Ну, это скайп или как вы общаетесь? Ватсап, то есть как вы обсуждаете эти какие-то знали. Зачастую телефон, скайп, ватсап, разные формы. Зачастую это зависит от заказчика. То есть накидали какие-то картинки, хотелки, объяснили, что хотим. Да, абсолютно верно. Референс, по которому... То есть зачастую заказчик, если это частный дом, он уже примерно знает, чего он хочет. То есть он видит, насмотрелся каких-то картинок, эти картинки присылает нам. Пинтерстом удобно всем будет пользоваться? Абсолютно. Им мы пользуемся. Короче, друзья, смотрите Пинтерст. И мы зачастую. Накидывайте себе прикольную архитектуру, которая нравится вам, примерно определяете площадь квадратуру и с Максом в контакте. Говорить, Макс, вот картинка, примерно такой материал, вот примерно такая площадь, вот такой есть участок. Или давай вместе выберем участок, вы же можете подобрать еще участок, правильно? Да. Подходит или нет? Он за консультацией по участку к нам тоже обращается, потому что разный рельеф, разная ориентация по сторонам света. То есть бывают участки, на которые свет практически не попадает или попадает на очень короткий период в течение дня. И там просто сыро, холодно и все. И там трудно сделать что-то уникальное. Он достаточно видел, чтобы вы поняли, что землю можно с ними сразу выбирать. То есть я просто возвращаюсь к всеми. Выбираете участок, делаем топосъемку, ну это все Максим организует. Присаживайте именно дом, объясняйте сколько там членов семьи, кто будет жить. На продажу этот дом будет. И либо для себя это тоже немаловажно, потому что на продажу вы будете анализ проводить. Делаем геологические изыскания для того, чтобы мы сделали оптимальный проект фундаментов. То есть это тот момент, на котором нельзя экономить. Весь проект займет до 5% от стоимости стройки. 5% это момент исключения ошибки. Копейки, да. Если строить самому, все выйдет намного дороже. Можно потратить процентов 20 и 30. Да. На доделки, переделки, перезакладывание каких-то конструктивных особенностей, страхование и так далее. При этом потратите где-то 15-20% и будете ходить и не кайфовать от того пространства, которое вы создали. А когда есть архитектор, и повел эту руку, помимо того, что ты и экономишь отчасти, если смотреть правильно, но потом ходишь и наслаждаешься тем, что ты создал и как ты в этом живешь. Я хочу сразу предупредить заказчиков о том, что работа с нами – это не работа, когда нам отдали и ждут готовый результат. Это очень плотное взаимодействие. Это работа со стороны заказчика в том числе. И мы согласовываем каждый этап. Мы гуляем по трехмерной модели, выбираем материалы отделки. То есть все моменты заказчик должен проживать вместе с нами. Мы создаем правильную среду для того, чтобы он окунулся в свой проект до начала реализации. Это вот как раз и есть тот момент оптимизации стоимости на этапе еще не созданного проекта до начала стройки. Это важный момент. Вопрос. Если у меня нет проекта, нет понимания, из чего я хочу строить дом, есть вот картинки, как мы сказали, в Пинтересте собрал картинки, примерно какой-то материал отделки увидел. Я должен прийти к вам уже, зная, из чего я хочу строить? Или это как-то можно в процессе уже решать от проекта? Не обязательно. У нас есть понимание по планировкам, когда мы уже начали работать. У нас есть понимание по расположению стен, по логистике, по общей площади здания. И поменять пирог стены под любую технологию можно. Это не так трудозатратно, как создать заново. Поэтому придя к нам, мы можем адаптировать наш же собственный проект под любую из технологий. И это позволит пересчитать ее под разные... Я правильно понимаю, что приходишь, рисуешь эскизный какой-то архитурный проект, вы видите, что так, вот здесь тут сложно, тут полегче, и вот тут, чтобы это была цена-качество правильная, можно вот здесь вот такую технологию применить, и миксуете уже, и там смотрите альтернативу, чтобы это было выгодно. Ребята, это очень важный момент, потому что в процессе, то есть многие же тормозят, потому что я еще не знаю, из чего строить. Он сначала определяется, и найти, грубо говоря, строительную компанию, которая и строит, и еще круто проектирует, тяжело. А если идти к архитектору, вот как бы надо идти именно с той компанией, с которой ты хочешь строить. Поэтому тут проще. Делайте проект, и потом этот проект адаптируйте под ту строительную компанию, с которой вы решили работать. Заметьте, мы находимся на канале Ластыка, но я сейчас не толкаю вас на проекты строительства и по технологии Ластыка. Мы говорим про архитектурное бюро, которое работает с абсолютно любыми материалами. Но придя в команду к Максиму, вы получаете эскизный проект, промежуточный, потом вы поделяетесь в итоге с технологией, в том числе и мы смету посчитаем, если это уместно для нас там, проект интересный. Выбираем решение, а потом ты уже делаешь рабочую документацию с привязкой технологией. Круто. Это вот очень ценно. Это позволит, как говорится, работать в одно окно, так называемое. Это удобно. Плюс, работа в BIME поможет сделать сразу съемку ведомости объемов материалов, посчитать смету, и может быть, я за тебя, наверное, говорю сейчас, но... И пересчитать под любое материал. Лучше потратить 5% от 5 миллионов, условно говоря, затратить, и понять, что ты не тянешь весь объем стройки, и лучше подождать, отложить, или изменить проект, или вообще отказаться от него, чем войти в него, и потом жить в недострой. У нас были моменты, когда к нам приходили с одним объемом, но в процессе проектирования заказчик понимал, что он это не вытянет, и просто просил откорректировать проект в меньшую сторону. Там, условно говоря, там с 5 миллионов, это 500... 250 тысяч рублей потратил человек на проект грамотный, но не потерял там 4, он просто правильно вошел эти деньги, и все, потому что, если объект не достроен, соответственно, ты его там продать не можешь, выгодно, либо эксплуатировать не можешь, короче, не получаешь удовольствия, это минус к нашей всей энергии. Ну, это очень ценно, собственно, мы-то это с тобой понимаем, понимаешь, но мы задаем такие вопросы, и есть люди, мне до сих пор, какой проект? Мне звонят, какой проект? Вот я на бумажке написал, вот проект, вот у меня каждая клеточка, это один метр погон, вот по нему вы сделаете? Я пытаюсь поднять там архитектуру, она, ну, кровь из глаза, некрасивая, я никого не хочу обидеть. Вы поймите, кто-то думает, что это типа излишняя трата, что это типа только богатый человек может позволить с архитектором, вы ошибаетесь, даже самый дешевый проект, он должен быть с архитектором. Ну, может быть, Максим там не будет делать визуалку, да, какую-то там, сэкономить скидку, да, с какой-то условно говоря, но вам нужен проект и поработать с архитектором, потому что иначе это будет просто вот что-то непонятное. А потом это сказывается на чем? На конечной стоимости проекта. Элементарно. На количестве переделок. Количестве переделок, нет, затраты на проект, потом конечная стоимость проекта, итоговая стоимость, рыночная цена, то есть, если он захочет продавать, есть же разница, продает архитектурный проект по проекту, да, где продуманы планировки, инсоляции, все это вот продумано. Либо там мы тут вместе с сыном рисовали там на листочке. То есть, что? Неправильно ориентированные комнаты, темные, маленькие окошки, это все. Это мы уже проходили. Сейчас вот этот, а нам Аркадий вставку сделки, там, трэш-шоу, архитектурные решения там, да, в интернете их много. Если вы не хотите стать героем таких блогов, то лучше заказать архитектурный проект. И наш разговор сейчас пришел к тому, что мы немножко уходим от частного заказчика, а переходим в девелопмент, потому что у вас, в том числе, очень много коттеджных поселков, проектов, концепций, и ни одну концепцию мы с тобой отработали уже. И тут тоже важно рассказать, как вы работаете, как вы садитесь сначала белые квадраты, считаете экономику, и потом уже идете дальше. Расскажи, пожалуйста, почему девелоперу важно работать с архитектурой, ну, это так понятно, почему с вами? Чем вы отличаетесь от обычных 2D чертежников? Ну, во-первых, опытом, благодаря тебе. Первый момент, мы делаем подробный анализ, основываясь на топосъемке участка. То есть мы также делаем 3D-модель участка, сколько бы гектар он не занимал, разбиваем его на участки, прокладываем все коммуникационные связи, это дороги, проезды, тропинки, и предварительно садим дома, понимая уже, какую экономику мы можем из этого участка выжить, потому что зачастую может быть визуально хороший участок, но какие-то соседства неприятные, из серии там лэп, или еще что-то, может просто накладывать ограничения на половину этого участка, и в конечном итоге он экономически нецелесообразным становится. То есть вы поднимаете город-план, садите посадку, делаете, считаете, сколько реально можно выжить квадратных метров, считаете, это еще в смету, и мы понимаем, почем по рынку это можно продавать, какая может быть прибыль, если она бьется с показателями ожиданиями инвесторов в вас, то, соответственно, запускается дальше оплата проекта. Это только первый этап, основываясь на этот этап, уже можно делать какой-то экономический анализ. Заходить в проект вообще или нет? В общем, покупайте этот участок, если вы его еще не купили, или нет, затратите за какую-то маленькую долю. И дальше мы уже подбираем под, если это коттеджный поселок, мы разрабатываем его фирменный стиль, общий контекст какой-то, архитектурный стиль, так, чтобы все смотрелось в ансамбле. Это несколько планировок, как правило, разные квадратуры, разные комплектации дома. У кого-то есть беседка, у кого-то нет, у кого-то есть бассейн, у кого-то есть гараж и так далее. То есть можно делать дом-трансформер, чтобы это все можно было приставлять. И далее, после того, как мы сделали все планировки, все модели домов, рассадили их на участки, сделали проект озеленения, мы, следующий этап, это этап, который не все архитектурные компании предоставляют, это предоставление продающей визуализации. То есть мы делаем ролик, на основании которого начинают продажи еще до начала стройки. Загружайте контентом, вкусным, качественным. Ну, сейчас пока общаемся, мы тоже параллельно показываем вам, в видеороликах вы можете оценить. И эта услуга, на наш взгляд, становится более полноценной. Никто не презентует так проект, как сами архитекторы. Поэтому мы и это тоже делаем. Мы не раз это пробовали, поэтому тут по себе можно сказать, что с ребятами я приезжаю часто на презентации к девелоперам, и вы, как говорится, отрабатывайте свой хлеб. И вам за это спасибо. И вообще, друзья, мы быстро растем, и не побоюсь этого слова, мы лучше на рынке, потому что работаем с лучшими командами. И команда Максима это одна из лучших команд на рынке Юга России, я считаю, потому что я поработал. Если кто-то оспаривает это мнение, ну, служите со мной, докажите, что вы круче. Может быть, шучу, а может быть, нет. Давайте знакомиться. Вопрос того, Максима, я хотел сказать, потому что ты себя не хвалишь, а я хочу похвалить. Потому что, помимо того, что мы сейчас все обсудили, вы же еще считаете, не просто там материалы отделки, сметы, вы делаете детальные спецификации. Во-первых, надо сказать, что вы еще делаете интерьеры. Крутые интерьеры, кайфовые, общественных пространств, жилых, какие-то там и салоны красоты, ну, вот все есть. И они классные. И вы предоставляете прям полную спецификацию. Почему ты об этом не рассказываешь? Что ты стесняешься? Мы говорили о ЛСТК. Интерьер это уже, да, более. Но, слушай, ЛСТК, это как раз таки та технология, которая позволяет реально строить, брать сразу ровную горизонтальную поверхность и выигрывать в экономике. То есть, если сравнивать там с газоблоком, с традиционным технологией строительства, если строить оба здания с ЛСТК и с традиционного строительства, под ключ полностью с отделкой по проекту, мы выгодней до 40 и даже до 50% выходим. Ну, 30 точно. Мы выгодней будем. Я как архитектор могу сказать, что мне за это и нравится ЛСТК, потому что оно производится роботом, нарезается на ЧПУ. При сборке это идеальные углы, идеальная поверхность. Внутри минимум отделки, минимум влажных процессов, при которых ускоряется очень запуск объекта или запуск готового жилья. Ты должен сейчас сказать, проверено на себе и на своем отце, да? Да, на моих родителях. Свои личные объекты мы тоже строим из ЛСТК. Ну, не все. Это просто была задача сделать объект и мы обратились. Мы позже обязательно расскажем, да? Да, и покажем. Опыт твоей семьи, да, как он сталкивался с ЛСТК. Так вот, расскажи про спецификацию, что есть даже материалы, вы прямо говорите, вот это там купите диван, а там это зеркало, то есть у вас прям полный... Я настолько к этому привык, что... Да, блин, люди не знают, они сейчас удивлены. Я реально говорю, ребята, если вы удивлены, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и напишите обязательно комментарий, что вы думаете о таком подходе архитектора. Обязательно не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо. Создание проекта – это не только красивая концепция, но и реализация этой концепции. Даже если мы сами в ней не участвуем, непосредственно в реализации, то мы должны сказать, как это сделать, где это взять. И поэтому каждый элемент в проекте, он реальный. Это реальная плитка, это реальный диван, это реальная люстра и так далее. И в конечном итоге заказчик получает достаточно толстый проект, в котором есть все спецификации со всеми материалами, со всеми элементами до розетки. Поэтому... Причем, если вы не хотите искать эту люстру в Испании, вы найдете в России, где-нибудь в Икеа или в Лево-Мерлен, если, конечно, скажете, я хочу прям из Италии, ну вам найдут... Все эти моменты согласовываются в промежуточных этапах. Я просто часто встречал те объекты, где нарисую... Ну, то есть, во-первых, я очень часто встречал архитетеров, это мой опыт, это моя боль. Я ценю нашу дружбу, наше партнерство, потому что я часто встречаю проекты, где смотришь, что он нарисовал, но он реально не понимает, как это строить. То есть, ни одна технология в мире не позволит вот именно так отреализовать. То есть, надо поменять. Когда есть понимание технологии работы архитектора и понимание потом дальше материалов отделки, какие применяешь, что-то нарисуют, с чего это делать, гадаешь, пытаешь что-то подбирать, уже не то, когда есть полная спецификация, это настолько сильно облегчает труд. Ведь не просто поговорка, что пока муж с женой делает отделку в квартире и строит дом, они разводятся. Это часто ругаются, потому что это невозможно. Там у одного один вкус, другой друзья, ваши отношения стоят дороже 5% от стройки. Обращайтесь к архитектору, мы сохраняем семьи. Ну, на самом деле, да. Да, архитекторы сохраняем семью. Это вставка сделаешь, он в трейлер поставишь. Обращайтесь к архитектору. Обращайтесь к архитектору, мы сохраняем семьи. Максим, еще раз спасибо, что выделил время. Тебе спасибо. Я знаю, что это еще не последний ролик. И периодически мы будем чаще снимать, потому что есть уже и будут выходить те объекты, которые построены, потом надо рассказывать, говорить. Тут скоро у нас будет дом Румиля, проектировал, мы поедем на съемку, наверное, тоже вместе расскажем про стешение. Впрочем, еще встречаться в роликах обязательно Максим, команда его будет. Ребята, я хочу сказать одно. Если у вас есть, вас или у ваших друзей, знакомых, задача сделать дизайн интерьера, это просто квартира может быть, дома, проект дома, социального здания, общественного здания, бизнес-офиса, ресторана. Вот, собственно, задача архитектора-дизайнера вы сегодня приобрели еще один классный, драгоценный контакт. Знаете, я считаю, что это профессия, которую можно передавать, ну, контактами которой можно делиться только по рекомендации. Я из опыта знаю, что архитекторов в интернете не ищут. Я очень долгое время наблюдал за Максимом в Инстаграме, и потом мы списались случайно, потому что я смотрю за работу, раз, работа, два, работа, ну, все, надо знакомиться. Поэтому я от себя лично могу с полной уверенностью гарантировать, как говорится, порядочность этого контакта и профессионализма. Ну, этого я имею в виду бюро, не конкретно твоего. Поэтому контакты мы оставляем в бюро, сайт, ссылки под нашим видео. Переходите, обращайтесь, общайтесь. Не важно, какая задача, повторюсь, от дома до огромного девеллоковского комплекса, потому что у тебя есть объемы и там пяти- и шестиэтажные дома многоквартирные с красивыми фасадами, интересными. Но, одна только просьба к вам, когда наберете Максиму, скажите привет от фабрики каркасов, ну, чтобы мы понимали, что вы пришли, посмотрев этот ролик. Договорились? Макс, спасибо еще раз. Спасибо вам. До встречи на наших новых объектах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok